Добрый день, дорогие друзья! Приветствую с Экономики Здравого Смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами на канале, подписывайтесь, передавайте информацию друг другу, и мы начинаем. Тема сегодняшнего выпуска – льготы крупняку. Правительство приняло постановление, согласно которому до конца года более чем для 100 предприятий предоставляется льгота по уплате налога на добавленную стоимость. До конца года здесь и машиностроительные, нефтяные, практически со всех секторов экономики, где работают крупняк. Крупняк белорусский – это 150-200 предприятий, вот большая половина получила данные льготы. Чем это связано, друзья? И вообще самый главный вопрос справедливости, если крупным предприятиям дают льготы по уплате налогов, а вообще дают ли многодетным семьям, дают ли предпринимателям, дают ли маленьким людям некие льготы хотя бы почему-нибудь в нашей стране. Я понимаю, что есть льготы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, но не своеобразные, потому что, как вы понимаете, чем больше дом и квартира в Беларуси, чем больше льготы откачают, потому что у нас нету дифференцированных тарифов и, естественно, вот такого рода льготы предоставляются богатым в большем объеме, чем бедным. Есть льготы по здравоохранению, опять-таки, согласно официальной статистике, этими льготами в гораздо большей степени пользуются номенклатурные начальники, директора, ну потому что, вы представляете, придешь в какую-нибудь лечь комиссию, другую, там тоже все бесплатно должно быть, и, естественно, ты выкачаешь с бюджета денег гораздо больше, чем выкачет какой-нибудь сердобольный пенсионер либо многодетная мать в каком-нибудь небольшом городке или сельской местности, потому что там ее скажут, ну вот две таблетки, одна от головы, другая от желудка, вот и все, иди, и тут не мешай нам под ногами, потому что больше денег нет. Льготы такие своеобразные, вот, ну если, смотрите, крупные госпредприятия получают такие льготы, значит, не все в порядке у них с оборотным капиталом, значит, не все в порядке у них с бытом, значит, не все в порядке у них с финансированием, с кредитованием. Это все является еще один серьезным симптомом того, что белорусская экономика в условиях с санкциями все больше и больше погружается в болезнь, болезнь структурную, болезнь финансовую, болезнь сбыта. И, конечно же, когда вот практически, ну вот, для крупняка дают льготы, вопрос, а почему не дают льготы для других? Например, потребительские кредиты, там, под 4,5 миллиарда рублей, почему бы они бы льготы не дать обыкновенным людям? Почему бы малым предпринимателям, у которых серьезные проблемы со сбытом не дать, у них тоже все поломалось? То есть, из всех возможных категорий налогоплательщиков белорусской власти выбирают тех, которые большие, крупные, и которые имеют возможность занести свою проблему, свою беду к кому-нибудь министру, либо через администрацию президента, либо через совет министров, либо через своих людей, решалов, которые, безусловно, есть и в Беларуси. Таким образом, режим, когда все чаще и чаще получаются льготы по кредитам, по оплате налогов, по электроэнергии, по инвестициям, говорит о том, что в Беларуси выкристаллизовывается каста, каста неприкасаемых, каста номенклатурных фаворитов, которые, с точки зрения властей, не должны быть для локативного роста. Они являются теми структурами, которые не должны работать по единым законам рынка. Единым законам рынка, как по логике белорусских властей, это вот налоговая нагрузка по полной программе, это арендные платежи по полной программе, это регуляторка по полной программе, а все остальное, а все остальное, это только вот если ты договоришься. Есть у тебя знакомый номенклатурный какой-нибудь ресурс в исполкоме, органе власти, ну тогда хорошо, еще лучше, если у тебя есть знакомый, который там с большими погонами, с высоких кабинетов, который тоже может превратиться в решалу, тем более они сегодня активно идут в бизнес и принимают вот такого рода решения. Сегодня эти сто два или двести предприятий, которые входят в когорту номенклатурных фаворитов, они сегодня государственные, завтра, глядишь, они поступят в управление агентства, послезавтра они пойдут в управление частых компаний, которые будут работать с данным агентством, а через два-три годика, когда экономика уже будет вообще в швах трещать, когда не будет денег банальных на какие-то простые даже вещи в бюджете, тогда, глядишь, они станут частными, вот такая прихватизация висит просто в воздухе и сегодня все принимают меры для того, чтобы они работали. И предприятия, которым вот эти льготы получают по НДС, понятно дело, вот, а как они будут платить налоги? Они скажут, ну дайте нам, пожалуйста, отсрочку по плате других налогов. А хорошо, а будут ли льготы для пенсионеров? Будут ли льготы для тех людей, которые взяли жилищные кредиты? Это большие вопросы и, скорее всего, ответ нет, потому что белорусские власти, как это было и год, и десять, и пятнадцать, двадцать лет назад, как вытекает из сути модели, которые созданы в Беларуси, они работают исключительно на крупняк. Потому что крупный завод может устроить моего человека, может потом взять меня на работу, дорассуждая чиновника, министра или замминистра, после того, если я окажу ему какую-то хорошую услугу. Ну или, например, если я встрою его в какой-нибудь госзаказ, там есть и программа, там есть освоение ресурсов потребителями чужого, вот, пожалуйста, тебе открываются жадужные перспективы для превращения обыкновенного чиновника или постчиновника в достаточно богатого человека. Вот, друзья, такие схемы работают в Беларуси. Они не для простого человека, они про экономический рост, они не про справедливость. Это схемы, которые всегда следуют одной логике – обогатить при власти человека, вынять деньги из бюджета, использовать определенные инструменты для того, чтобы получить нерыночные условия конкуренции. Ну а потом такие компании говорят, вот, знаете, нам мешает малый и средний бизнес, нам мешают предприниматели, потому что они же вроде бы и в серой экономике работают, и с контрабанной работают, а мы же честные и справедливые, но малый бизнес, предприниматель, обыкновенный человек не в состоянии выбить себе льготы. Поэтому, друзья, когда есть такого рода льготы, когда есть выделение из общих правил игры, а не изменение этих правил в пользу обыкновенного человека, малого человека, вообще любого человека, чтобы все работали по единым правилам, это и начинается беда. Вот здесь и произрастает коррупция, здесь произрастает схематоз, и вот это от такого рода кормушек, безусловно, необходимо избавляться. Поэтому, с одной стороны, вроде бы и хорошо, что там сто с чем-то предприятия получили льготу по ввозному НДС, но с другой стороны, если мы посмотрим в целости, в комплексе на эту картину, радоваться нечему, потому что это свидетельство, во-первых, того, что живется экономике хуже, возможности у экономики меньше, доходов будет меньше, соответственно, погружение в бедность, безусловно, будет продолжаться. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание к экономике здравосмысла. Будьте с нами, подписывайтесь на канал. Живи Беларусь, слава Украине!